Более ста километров по трассе. Такой путь на днях проделали двое воспитанников социального приюта Ильинского района. Учебное заведение мальчики 12 и 13 лет покинули вечером 13 мая. По словам беглецов, всю ночь они шли пешком, а утром приехали в Пермь на попутках. Подростков обнаружили во время патрулирования железнодорожной станции Пермь-2. На электричке они хотели уехать в Менделеево к бабушке одного из ребят. Мальчиков доставили в отделение по делам несовершеннолетних, линейного управления внутренних дел на транспорте. В краевую столицу вызвали социального педагога. Как выяснилось, эта парочка совершила уже не один побег. Дети эти находились в этом приюте, один мальчик, в общем 20 дней, а другой 10 дней. И вот за это время, за этот период времени, они совершили побег один мальчик три раза, а другой мальчик два раза. Соответственно. Чаще всего к нам попадают такие дети, которые изначально бродяжничают. Они уходят из дома очень часто, и поэтому привыкли к свободе. И попадая к нам в жесткие условия, естественно им хочется снова этой свободы. И они выходят от нас и уходят от нас. Чаще всего проблем у них у нас в приюте нет ни с воспитателями, ни с ребятами. Сами воспитанники приюта такие несанкционированные отлучки считают обычными прогулками. Они объясняют их банальным нежеланием учиться. Впрочем, в последнее время число беглецов сократилось, говорят полицейские. Так, в этом году на Перми-2 задержали трёх несовершеннолетних. Три года назад их было значительно больше. Александра Михеева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.